всем привет ребята меня зовут джон дома продолжаем проходить про и на уровне сложности кошмар в общем то должен сразу сказать только что произошло просто пренеприятнейшие события все дело в том что я опять же записал серию а потом выяснилось что оказывается мне микрофон по ходу процесса вырубился и это меня жутко опечалило там были прикольные действительно моменты и поэтому приходится перезаписывать теперь самого начала но ладно ничего страшного может быть даже в этот раз я пройду гораздо лучше конечно пащал мне там уже надавали конкретно я все потом уже дальнейшем объясню но опять же то есть ничего нового для себя то есть я не увидел да в том что я записал просто как бы опять же я был в по-прежнему еще в демо зоне и с демо зоны еще не вышел может быть кстати в этот раз выйду уже не знаю посмотрим как получится а давайте сделаем следующее заберем вот это вот яблоко нам пригодится сука неплохо ребята неплохо откуда тварь вылезла что-то в прошлый раз ребята такого не было четко такое чувство что они рандомно появляются так давай-ка прочитаем вот это психическое поле изучение психических полей как и все смелые новые идеи столкнулись предсказуемой реакции научного сообщества сначала скептики подняли концепцию на смех поскольку она не соответствует общепринятому мнению и законам науки позже скептики с неохоты признали что это возможно при определенных обстоятельствах но доказательная база слаба затем идею подхватили широкие научные круги и что главное общественность наконец-то самые скептики никогда смехавшиеся над идеи стали утверждать что они первые кому она пришла в голову вот такие вот пироги странно в прошлый раз этот мимик был вот здесь это кстати ребята гипсовая пушка очень крутая вещь в чем ее прикол то есть по сути можно так сказать ну в кавычках замораживать противника да и потом когда ты бьешь по нему наносишь гораздо больше урона помимо всего прочего с помощью этой пушки можно делать ходы вот например вот так смотрите вот сюда и вот сюда и потом как вы понимаете вот здесь вот можно пролезть конечно это можно было сделать без гипсовой пушки но как бы я просто вам показал для демонстрации так у нас вот там ребята мимики и насколько я помню их там 5 давай-ка наверно вот сюда иди-ка сюда сука ждем ребята ждем 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 одного мы уничтожили вот видите да буквально с двух ударов я их уничтожаю в общем то вон нейромод но мы пока его забирать не будем так здесь ребята мимики сначала как мы поступим смотрите мы поднимемся вот здесь с этого уничтожим и нам нужно обладать эту девушку наташа никого забираем теперь аккуратненько это я наверно перезаряжаю сразу даем одна из этих тварей где-то вот там по-моему мне так кажется тихо сука они убивают ребята на этом уровне сложность из трех ударов короче это капец нужно быть поаккуратнее особенно в тех местах где будет очень дофига теперь вот здесь я не помню был ли здесь кто-то да был я слышу подожди по забрать справа сейчас секунду ребят мы сюда вернемся сначала хочу обезопасить это место короче гипс пушка это вообще незаменимая штука здесь перезаряжаемся давайте посмотрим что у нас вот здесь мимики здесь есть интересно в этот раз где эта тварь ну вроде это все я могу ошибаться но нет ребят тут по моему пусто подожди-ка вот есть зеленый чай холодная гора забираем пригодится потому что пока что я буду лечиться наверное только ну едой а еще туалетная бумажка пригодится тоже такую игру без туалетной бумажки играть нельзя это мы забираем пластик это на материал для крафта и вот тут что-то еще было забираем так давайте смотреть что у нас тут ну вроде никого и никого не слышу опа сука вот вы видите что творят два удара все я почти покойник охренеть ну надо было гипс пушкой ребята чё-то я не знаю подожди у меня есть еда давайте посмотрим есть яблочко скушаем что еще можно чайком запить ну и бухлянским конечно восстановит 1 дня фигня и есть алиса модно однако и и и отсюда здесь в и в в Погоди, ладно, по-моему, здесь теперь безопасно. Они постоянно в разных местах, вот что я заметил. Поэтому расслабляться не стоит. Угу, можно качаться. Первым делом мы прокачаем взлом, ребята, это нам пригодится. Ну, конечно, это жуть. Не знаю, я бы не смог. Я бы не смог вот так вот сделать, такую большую иглу в глаз. Ну нахрен, тем более там еще и не одну. Все, мы можем выходить отсюда. Ну что ж, вот мы и в холле. И сейчас вы узнаете, где вы на самом деле. Давайте, ребята. Да, мы в космосе. Ну что ж, двигаемся в ту сторону нашего кабинета. Тут все нормально. Но сначала вообще желательно, конечно, походить и полутать здесь. Потом поймете почему, пока не буду забегать вперед. Банановая кожура нам пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нужно прям вслушиваться в каждый шорох. Сразу перезаряжаюсь. Что-нибудь здесь? Да, патроны. Вот там что-то есть, видите? Давай-ка заберем. Там сигара была. Ну, а курок. Блин, уже который раз здесь. И все равно какая-то жуть. Аж мурашки бегут. Вот здесь вот, ребята. Сейчас будем предельно осторожными, смотрите. Тут фантом. На него нападать нет никакого смысла прямо сейчас. У нас слишком мало оружия. Все дело в том, что у него оверт до хера здоровья. И валит он с двух выстрелов. Так что пока что его обойдем. Давай-ка, наверное, спустимся сначала вот сюда. У нас здесь есть турель, которая нам сейчас очень поможет. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Сначала вот сюда. А вот теперь, наверное, я сделаю быстрое сохранение. Тут мимиков, я помню, до жопы. Вот это вот все, то, что вы видите, ребят, это точно мимики. Я вам сразу говорю. Ну, где-то есть еще. По-моему, вот это. Нет. И я вам говорю, ребят, мимики постоянно меняют свою дислокацию. Сука. Идут сюда. Давай, тварь, иди сюда. Вот. Так, один мимик уничтожу, но здоровья у меня очень мало. Давай, тварь, иди сюда. Я тебе даже помогу. Давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Ну, я здесь. Второй мимик уничтожен. Ну, там еще их, я не знаю, штуки три, наверное. А здоровье у меня всего на один удар. Мне кажется, вот это вот мимик. Конечно, мы это не сможем проверить. Сука. Это третий. И еще два там где-то. Точно. Вот видите, я говорил, что эти два предмета точно мимики. Но подожди, это точно не все. Мне так кажется, по крайней мере. Да что ж такое? А откуда он появился? Один стул пропал. Ну, здорово. Так, ладно, хп восстановилось. Я так смотрю, что там все зависит еще от того удара, который они наносят. Одним ударом они могут снести 40 хп, да? А другим там меньше 20. Погоди-ка, что у нас вот здесь? У нас есть аптечка, но я ее пока, ребята, тратить не буду. Пускай она останется. Давай-ка, наверное, я сохранюсь. Туалеты. Тут у нас аптечки нет. Погоди. Пусто. Тут тоже. Вроде как все. Я прав? Да, здесь ничего нет. Вот только банановая кожура еще. И вот тут вот у нас аптечка. Нет, это нормально, забираем. Нет, все норм. Вон там что-то еще было. Космический лифт. Отрывок из статьи доктора Анжелины Аллен «Лестница в небо». Наличие у Соединенных Штатов первого действующего космического лифта, башни Белого Журавля, позволило США контролировать почти всю деятельность и торговлю на орбите. Но теперь остальной мир пытается конкурировать с США в этой области. По подсчетам Мирового Союза, космическая индустрия использование башни Белого Журавля для строительства второго космического лифта уменьшит стоимость проектов в 4 раза. Правительство США, естественно, не желает помогать конкурентам построить более дешевую платформу, которая даст им преимущество. Представители башни утверждают, что протекционистские меры оправданы, поскольку инвестиционные риски при строительстве первого лифта были очень высоки. МСКИ тем временем довольно агрессивно скупают площадки, идеально подходящие для новых космических лифтов. Фактически, это сквотерство космической эпохи. Вот оно как. Давай-ка, наверное, двигаться теперь в сторону нашего кабинета. Что у нас там по инвентарю? Давайте посмотрим. Да, уже почти все забито, поэтому, наверное, стоит идти туда. Это я, наверное, выпью сразу. Это скушаю. 30 теперь хп у меня есть, я рад. А что у нас здесь? Лимонная цедра забираем. Переработаем потом это все дело. Вроде как здесь у нас чистенько. Теперь следующая наша задача. Смотрите. Вот это вот, наверное, нужно еще... Сука! Охренеть! Все? Какого хрена турель сломана? Вот сейчас я, ребята, в полной жопе. Я вообще изначально планировал, что сделать. Я планировал ее использовать, чтобы уничтожить мимиков, которые находятся вот там. Их там просто до жопы. А мне как раз-таки туда нужно, чтобы подняться в кабинет. Ладно, сейчас будем импровизировать. Давай-ка, наверное, это мы сейчас выпьем. Дальше. Тут у нас есть пропуск в трамп пункт. Тут у нас аптечка. Забираем. Ладненько. Что еще? Я точно все забрал? Здоровья, конечно, у меня маловато. Погоди. Давай поступим следующим образом. Сначала вот сюда. О, турель рабочая! Во, как замечательно! Это все забираем. Давайте-ка, наверное, я ее сейчас поднесу вот сюда. Поставлю вот здесь. Да? Только единственное, что нужно сделать. Нужно вот эту вот хрень отсюда убрать. Это слишком опасно. Я боюсь, что может этот турель взорваться. А теперь, ребята, все, что мне нужно, это немножечко удачи. И сохранение. Пошли! Вроде все, да? Да, вроде все. Чистенько. Турель вообще штука клевая. На первых этапах, конечно, она будет выручать очень неплохо. Тут вроде чисто. Она целая. Мне надо будет еще починить вот это вот и поставить ее. Ёб твою за ногу, фантом! Бежим! Вторая турель уничтожена. Просто здорово, ребята. Просто замечательно. Сука! Он видит меня. Пошли сюда! Здесь присядем? Сейчас самое главное очень быстро его обойти. Вот там, кстати, еще аптечка. Банановую кожуру забираем. Что у нас вот здесь? Эвакуация. Показания выжившего первый день. Первый день я отвел собаку к собачьему парикмахеру. Ее звали Ализа. Это значит радость. Я попрощался с ней. И прошел несколько кварталов до кафе рядом с парком. Надо мной очень низко пролетели реактивные самолеты. И грохот был такой, что я даже подпрыгнул. Я не знаю, откуда они взялись. Но у них было полно бомб и ракет. Все смотрели на небо. И звук самолетов отражался от зданий. Но мы их больше не видели. Небо было чистым. И я видел, что на стадионах поднимается розовый дым. Затем включились сирены. В последний раз я слышал их в детстве. Люди, сбитые с толку, замерли на месте. Но мои инстинкты подсказали мне, что нужно бежать. Подальше от Ализы. Кто-то последовал за мной. Но мы не знали, куда нужно бежать. Какой-то полицейский направлял людей в подвал ресторана. Кажется, там находилось старое бомбоубежище. Я снова взглянул на небо и увидел авиалайнер. Это точно был не военный самолет. Кажется, он летел в сторону аэропорта. Вдруг он беззвучно превратился в блестящее облачко и исчез. Кто-то рядом со мной выругался. Я упал и ударился головой мостовую. Теперь делаем следующим образом. Там, по-моему, лапша лежит, да? Где фантом? Блин, все турели, сука, уничтожил. Можно было скушать. Давайте, наверное, так и поступим, ребята. Теперь у меня 40 хп уже есть. Но пока вроде тихо. Пока вроде бы тихо. Что-нибудь может быть здесь есть? Подожди, что это такое? А, это не то? А, там без пропуска я не пройду. Не-а, нужен пропуск, ребят, сюда. Погоди-ка, или все-таки... Или все-таки пройду. А что у нас там? Я там, кстати, ни разу не был еще. Давайте сходим. Радует, что куча ходов. Может быть, тут какая-нибудь плюха будет интересная? Или оружие? Нам сейчас все пригодится. Ружье! Ну, наконец-таки! Красота! Просто красота! Забираем патроны 12-го калибра. Это у нас записка. Диметрия задержали, как вы и просили. Он залкот, поэтому мы сменили его на 1129. Ладно. 11... 29? Нет, это нет этого кода, ребят. Что-нибудь здесь? Эвакуация. Показание выжившего. Второй день. Я проснулся все еще на улице. Рядом остановился грузовик. М-35. И водитель заорал, чтобы я лез в кузов. Там уже сидели люди. Четыре или пять солдат и десяток гражданских. В том числе дети. Я залез, и кто-то дал мне бутылку с водой. Я спросил, что происходит. Один солдат просто пожал плечами. Я сказал ему, что водил М-35, когда служил в армии. Люди плакали. Я оглянулся. Розовый дым уже смешивался с серым и поднимался в небо. Его было так много, что он закрывал с собой весь город. Мы подбирали людей, пока в грузовике оставалось свободное место. Перед тем, как выехать на шоссе, мы услышали стрельбу. Солдаты вылезли из кузова и приготовились к бою. Их командир приказал мне ехать как можно дальше на запад. А затем повел своих людей туда, откуда доносили звуки перестрелки. А что произошло? Что случилось? Что за эвакуация? Орид, книга судей, 5.26. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару. Поразила голову его. Разбила и пронизила висок его. Почта. Что у нас тут? Нужно сопровождение. У себя, наверное, и так делал под завязку. Но пришли, пожалуйста, кого-нибудь для задержания Диметрии Баузера. Он стал свидетелем несчастного случая, сейчас сильно потрясен. Мы не знаем, в каком состоянии его психика. Осмотри его, и если нужно, изолируй на неопределенный срок. Надеюсь на твою осмотрительность. Что-то проникло на станцию. Мэм, вы знаете, я ходил к доктору лечить бессонницу и все такое. Он прописал мне таблетки, но у меня все равно введение. Вечером после игры я делал уборку и увидел, как стул двигался сам по себе. Я не псих, вроде сами знаете кого. Я пишу вам потому, что сразу после тревоги слышал какой-то шум вентиляции над охраной. И по-моему, там было что-то черное. Нам нужно с этим разобраться. Мне кажется, что на станции есть штука, про которую мы не знаем. Сотрудник охраны Элиас Блэк. Ну, это Тефлон или как она там называется, Ильюшина. Пожалуйста, приглядывайте за Екатериной Ильюшиной. Она выполняет свои обязанности, но в нынешнем состоянии представляет угрозу до безопасности. Так что нам, возможно, понадобятся рычаги воздействия на нее. У нее должен быть доступ только к собственному рабочему месту и помещениям для экипажа. Пожалуйста, не подпускайте ее к лабораториям. Кроме того, фиксируйте все ее контакты с доктором Гальегос из лаборатории психотроники. Врачи подозревают, что у нее белый шум. Возможно, доказательств, что она подделала свою медкарту, будет достаточно. Обычно в таких случаях я рекомендую удалить нейромоды. Однако, этому мешает ее состояние. Держите меня в курсе, Алекс. Пропавший пропуск. Сара, помоги мне отыскать пропавший пропуск. Это очень важно. На пропуске метка R101. Если что-то узнаешь, сразу же сообщи, Алекс. Ясно. Давайте, наверное, еще осмотрим это место. Погоди-ка, это получается, да, самое начало. Мы как раз-таки вот здесь, вот, недалеко спустились вниз. Я все думал, как сюда попасть. Да, теперь дверь открыта. Это у нас лист персонажа. Капитан Мечетык. Ха-ха. Забавно. У нас есть одна функция. Карта сектора. Загрузить карту сектора. Угу. Круто. Теперь вот здесь. Почта. На помощь. На помощь скорее. Элиас или кто-нибудь. Прошу вас. На помощь. Это я, Нильс. Я не шучу, а про жизни и смерти. Помогите. На помощь это Нильс. Мы застряли в отсеке для шаттла. Не молчите, скорее помогите. Морган Ю кодовый замок. Запланируйте периодическую настройку пропуска МЮ. От нас требует ежемесячно менять кода доступа. Шаблон все тот же. Морган спрашивает у нас текущий код. Спрашивает, был ли он затребован. Или мы его выбрали. Затем просит новый код. Это необычно. В последний раз я при этом присутствовал. И продиктовал код доктора Ю. В ответ только бессмысленный взгляд. А ведь это был код, который мы сгенерировали менее чем за неделю до этого. Может он просто проверяет нашу реакцию? Ну ладно. А что-нибудь с той стороны у нас имеется? А вот, наверное, да. Код от этой был двери. 1-1 2-9 Сука! Вот это я понимаю! Вот это уже другой разговор! Записка. Мисс Элазар. Не знаю, что я видел. Я просто делал свою работу. Теперь я боюсь, что поговорить с вами об этом не удастся. Поэтому пишу эту записку. Не помню, когда в последний раз мне было страшно. Но то, что случилось в отделе симуляции, это не выходит у меня из головы. Как бы то ни было, я хочу помочь. А не сидеть сиднем в этой комнате. Мне начинает казаться, что люди на станции что-то скрывают. Чем они занимаются в лаборатории психотроники? Никто из тех, с кем я говорил, там не бывал. А у Юрия Кимура в кабинете есть нейромоды без номеров. И я подумал, что вам следует об этом знать. Есть. Все. Четыре патрона у нас тут есть. И еще 19 в запасе. Подожди, там знаете какая еще штука есть? Тут получается есть... Подожди, это не то. Это не то. Вот на этом компьютере... Смотрите, есть экипаж. И я вот немножко не понимаю, как это работает. То есть тут вот куча, да там, нет признаков жизни. Вот в пределах нормы. Я нажимаю найти члена экипажа. Да? А вот и нажимаю, допустим, на того, у кого нет признаков жизни. И сразу херак найти местонахождение жилая секция. То есть как-то странно. То есть мне нужно каждый раз все это дело протыкивать, что ли, или что? Или это нужно по одному, то есть, нажимать? Странно, подожди. Ну давай-ка вот так. Вот как это работает, я не понимаю. Почему вот здесь вот галочка? А то есть типа я его нашел, да? Ладно. Объясните мне, пожалуйста, в комментариях, что я не могу въехать. Вот вон сколько выживших, да, и всех можно найти. Типа всего лишь по одному за раз, что ли? Ну, отмечается на карте сразу, да? Я правильно понимаю? Да, походу... А все, ребят, кажется, я понял. То есть я могу отметить только одного члена экипажа и идти на его поиски. Ну окей. И те, что помечены галочками, да? Это типа те, кого я уже нашел. Все. Если я прав, то как бы да, там скажите, что ты прав. Если я не прав, то напишите, что я не прав и объясните, как на самом деле все это дело работает. Банановая кожура. Вроде как здесь все. А куда ушел фантом? Ладно, давайте не будем испытывать судьбу. Все-таки. Лучше поднимемся наверх. И, наверное, я пока поберегу ружьишко и возьмем... Опа-на! Что-то в прошлый раз у меня такого не было. То есть эта сука, что сделала? Превратилась в мусорный бак. Этот столкнула, чтобы не палиться. И теперь стоит здесь. Слушайте, ну круто. Подожди. Ага. Все. Все. Это я забираю... Блин, подожди. Забираю. 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 Тихонечко. Смотрим внимательно. Травмпункт. Хорошо. Это мы скушаем. Поведение добровольцев. Мисс Гудвин. Мне потребуется помощь. Добровольцы возбуждены. Сильнее обычного. Сегодня утром 11-й угрожал проломить мне череп, если я не разрешу ему размять ноги. Когда соберетесь, вот новый код 6742. Они старый номер из файла. Уверен, они видели, как я его набирал. Поэтому пришлось сменить. Так, подожди-ка. Мисс Гудвин. В дополнение к предыдущей просьбе, мне бы хотелось узнать, нет ли каких-либо новостей в зите Густава Лейтнера. Состоится ли он? И если да, то не мог бы я получить экземпляр расписания. Мне бы очень хотелось встретиться с мистером Лейтнером. Если возможно. До процедуры нейрокартирования. Доктор Игвы, я передала ваши предыдущие просьбы. И мы постараемся что-нибудь сделать. Но гарантировать ничего не могу. Расписание очень плотное. И возможно, времени на личные встречи не останется. Если мне что-то станет известно, я вам сообщу искренне ваша Бьянка. Визит Лейтнера. Да, пришел Игвы, тихий и вежливый. Пожал Лейтнеру руку так, словно боялся ее сломать. Попросил его поставить автограф в блокноте, который принес с собой. Лейтнер был польщен. Это хорошо. Мы постарались обеспечить ему комфортные условия. Даже в своем плачевном состоянии он по-прежнему мечтает о сигарете. Его пальцы поминутно сводят судорога. Ужасно, такой талант. Неудивительно, что он хотел пройти сканирование. Ладно, это все? Да, здесь все, можно идти дальше. Что-нибудь здесь? Сознание, огонь в уравнениях. Это мы читали. Записка. Перенесите как можно скорее. Оставшиеся коробки в мой новый кабинет. В отделе нейромодов. Хорошо. Принцип неврологии. Десятое издание. Прежде чем это мы читали с вами. Почта. Испытуемый. Сильвин, я доверяю тебе свой мозг. Ты хорошо работаешь. Я надеюсь, так будет и впредь. Слушай, если тесты пройдут неудачно, если что-то случится, передай Алексу, что он ни в чем не виноват. Это было мое решение. Кроме того, если испытания затянутся, подумай о том, чтобы переехать поближе к лабораториям симуляции. Ты всегда сможешь вернуться после того, как мы отпразднуем наш успех. Подожди-ка, знаешь, что я сделал? Я сделал вот таким вот образом. Ну потому что с той комнаты точно никто не выйдет. Ну как я и говорил. Ну это, по-моему, не последняя тварь. Может что-нибудь еще здесь есть? Это можно скушать сразу. Пароль. Новый код от замка. Джейсон, ремонтник, сломал кодовый замок от моего кабинета. Приказал им выставить на нем комбинацию 0451. Я задержусь в лаборатории симуляции, так что если что-то понадобится, бери. Ну код мы и так уже знаем. А, ладно, пошли в наш кабинет. Настало время узнать правду. Ой, подожди, стой назад. 0451. Сначала мы что сделаем? Мы сначала все лутанем здесь? Подожди, сначала мы вот так вот поступим. Смотрите, съедим вот это. Залезем сюда. Это вот, я так понимаю, все семейство Ю. Два брата, мать и отец. Что еще у нас здесь есть? Есть еще нейромод. Центр телеконференции. У нас пропуск есть. Есть записка. Доброе утро, Морган. Я достал схему, которую вы заказывали. Она в вашем сейфе, Джейсон. Давайте-ка, наверное, раскидаем моды. Вот сюда. Смотрите, нам нужно. Ремонт обязательно пригодится. Потом объясню, зачем. Подъем тоже пригодится. Получается модификация костюма. Вмещает больше предметов. Это обязательно, потому что нам придется очень много чего собирать. И чем больше у нас инвентарь, тем меньше нам придется бегать туда-сюда. Что вот здесь у нас? Слишком далеко, слишком быстро. Сейчас мы это все дело прочитаем. Но сначала я хочу что-то сделать. Собрать все вот это вот барахло, которое вот здесь, да? Чертеж разводного ключа пригодится. Апартаменты Морган Юм. Вот это вот все. Теперь смотрите, в чем весь прикол, для тех, кто не в курсе. Это тоже заберем. Это у нас называется штука-утилизатор. Мы сюда складываем всякий хлам, да? Или там ненужное оружие, там предмет, ну всякую фигню. Потом нажимаем утилизировать. Это все дело превращается в материалы. С помощью этих материалов вот здесь вот мы сможем сделать что-нибудь, да? Вот. На основе тех схем, которые у нас доступны, да? По чертежам я имею в виду. Вот, допустим, тут вот написано, какие нужны ингредиенты. Их можно вот сразу сюда поместить. И вот отсюда потом выпадет нужный вам предмет, там патроны, все что угодно. Короче, самое главное чертежи находить. Но сначала я хочу переработать материалы. Вот, смотрите. Получается переместить хлам сразу. Хоп. Да? И вот это вот тоже я, наверное, сразу вот сюда. Ну, пускай вот здесь. Что еще нам не нужно? Наверное, пиво. Все остальное нам пригодится. Хорошо, теперь смотрите. Вот мы сюда все положили. Нажимаем утилизация. И вот они, наши материалы. Ну, и потом вы поняли, да? Можно их использовать. Короче, все довольно просто сделано и понятно. На самом деле прикольная штука. Прикольно крафт здесь реализован. Что еще я хотел сделать, прежде чем запустить видео? По-моему, я хотел прочитать вот это вот. Слишком далеко, слишком быстро. А время второго президентского срока Кеннеди гонка в космосе вышла на новый уровень. Но без его поддержки, возможно, совсем заглохло бы. Запуск нескольких луноходов ознаменовал начало ускоренной энергичной космической программы. Эта программа, в особенности по сравнению с той, что реализовывалась в течение первого срока Кеннеди, отличалась тем, что Советский Союз и Соединенные Штаты не конкурировали друг с другом, а покоряли космос вместе. То есть Кеннеди в этой вселенной выжил. И даже его переизбрали на второй срок. И при нем было все хорошо. Ну что ж, ребят, давайте приступать. Сначала почту. Вы выбрались, ясно. От Екатерины Ильюшиной. Я до сих пор не понимаю, что случилось. Я не думаю об этом. Но у нас нет причины соблюдать приличия. Сегодня в холле мне показалось, что ты меня даже не видишь. Если ты за что-то сердишься, давай поговорим об этом. Не делай вид, что мы незнакомы, это ни к чему. Нам еще работать вместе, Кейт. Блин, подожди. Не туда? Не та кнопка. Не беспокоить. Морган, по вашей просьбе, записи журнала вашего терминала будут автоматически пересылаться к вам в апартаменты в помещениях персонала. Ваш заказ из апартаментов отправлен. Сообщите о получении. Если что-то не так, я исправлю. Как и на прошлой неделе, я позабочусь о том, чтобы вас пока не беспокоили. И если могу еще чем-нибудь быть вам полезен, сообщите. Я буду держать оборону у дверей вашего кабинета, Джейсон. Ладно. Запускаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok